Разъяснения с помощью электронных сервисов могут получить и гражданские лица. В Тверской области стартовала ежегодная рассылка уведомлений гражданам для уплаты налога на доходы, а также транспортного и земельного. Все денежные перечисления должны поступить в казну государства не позднее 1 декабря. Почти 670 тысяч сводных уведомлений сформированы налоговыми органами Тверской области по итогам прошлого года. Согласно данным ОФНС, жителям Верхней Волжи предстоит уплатить в бюджет Российской Федерации около 2,9 млрд рублей имущественных налогов и НДФЛ. Они делятся на 1,4 млрд рублей транспортного налога. Чуть более 700 млн рублей это земельный налог. Налог на имущество физических лиц составляет около 600 млн рублей. И около 150 млн рублей это налог на доходы физических лиц, который не был удержан налоговыми агентами. В первую очередь уведомления рассылаются в электронной форме через личный кабинет. На данный момент через него направлено уже 180 тысяч таких писем. Тем, кто не имеет доступ к этому сервису, из ОФНС приходят заказные письма. Однако ведомстве призывают граждан все-таки следовать современным веяниям и использовать интернет. Почему личный кабинет и хорош, и полезен? Потому что личный кабинет, он, так сказать, не зависит от нашего фактического местонахождения. Он всегда с нами, либо в мобильном приложении, либо на компьютере, планшете. И мы получаем там уведомления. В текущем году есть и ряд изменений. Например, дополнен перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Новое есть и по налогу на имущество. С 2015 года он рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта. Но все это время действует переходный период. Для того, чтобы для налогоплательщиков не было большой нагрузки уплачивать налоги, в настоящий период существует 10% порог. То есть, если вам предъявляли 100% сумму налогоплательных, например, за квартиру 500 рублей, в этом году получите сумму налогоплательных, 550 рублей. Не более, чем 10%. Ну и, конечно, в ФНС напоминают, что все налоги физические лица должны уплатить до 1 декабря включительно. Опоздавшие, начиная со следующего дня, получат неприятный статус недоимщика.